На библейский портал Эзегет поступил вопрос. Как справиться с хвастовством? Ну, давайте определимся для начала, что есть хвастовство. Итак, хвастовство – я себя хвалю, да, то есть я хвалюсь собой, какой я есть, какой я умный, какой я вообще прекрасный, добрый и так далее. То есть, когда мы говорим о хвастовстве, мы говорим о том, что какой-то человек или я сам хвалю себя. А значит, если я себя хвалю, я вот себя таковыми считаю. Ну, будет ли хвалиться человек перед другими? Хвалиться-то обычно перед другими, а не перед собой же хвалиться. Хотя и это делают. Смотря в зеркало – о, какая я красавица. Помните сказку Пушкина? Ой, какая я прекрасная, и такая, и сякая, прям и умная. Так вот, а что вот вообще говорят наши святые отцы, чему учат? Как реагировать, когда тебя хвалят? И вообще, надо ли хвалить? Вот хвалить ребёнка, когда мы его воспитываем. Хвалить взрослого человека за что-то. Похвала. Вот я теперь, видите, меняю формулировку с хвостоства на похвалу. Вот похвалить человека – это Богу угодно или Богу это не угодно, чтобы мы за что-то хвалили друг друга. Вот, понимаете, самое главное – понимать, ради чего мы хвалим и для чего. Вот почему, вернее, мы хвалим и для чего. Мы кого-то хвалим, награждаем, поощряем и должны это делать за труды, во славу Божию, на благо людям, совершаемые, в которых есть любовь к Богу и ближнему. А вот если человек… вернее, как человеку самому на это реагировать? Вот меня удостоили звания героя, да? Моих друзей тоже удостоили звания героя. Вот Вячеслав Бочаров, герой Российской Федерации, мой друг, получил это звание героя, спасая детей в Беслане, будучи тяжело ранен. Его даже считали одиннадцатым погибшим из спецназовцев, которые там погибли. Ну, погибло десять. Через сутки его опознали. Как вы думаете, как он относится к этому званию? Считает ли он себя героем? Нет. И все те ребята, которые удостоены этого звания, никто себя героем не считает. И я считаю, что эта награда, которая на моей груди, она принадлежит не мне лично и не за мои личные какие-то заслуги. Она принадлежит всем авиационным наводчикам, которые воевали в Афганистане. И я бы, если бы было это в моей власти, это звание присвоил совершенно другому авиационному наводчику, который уже ушел из этой жизни. Надеюсь, он в Царстве Небесном. Вот. Поэтому, как учат наши святые отцы, если тебя хвалят или ругают, будь как мертвец. Вот важно отношение наше собственное к тому, как нас хвалят. Благодарят, награждают. Молчать. Никак не реагировать. А вот могу ли это я делать? Нет, не могу. Вот прямо это из сердца лезет. Живет страстишка. И вот с ней надо бороться. Но от таких страстей лечит только Господь. У нас в каждом живут все страсти. Все без исключения. Просто они чаще или реже вылазят наружу. В той или иной степени. Но никогда нельзя переходить в самодовольство. И хвастовство тем более. Я выступил. Как я хорошо говорил. Как я умно сказал. Ну, в общем, это уже, знаете, из оперы. О, какой я светлейший. О, какой я мудрейший. Прямо как в сказках. И когда вы за собой это замечаете, а всякая эта дрянь, она лезет в голову. Всегда лезет. И даже вот так вот физически проявляется. Боритесь, не отвергайтесь. Все это от лукавого. Это наши болезни души. Помните слова Господа. Я их вам процитирую. «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои чужой, а не язык твой». Это вот как раз именно о хвастовстве. Ну, а как реагировать на похвалы, награды, поощрения, премии и другие, которые нам люди другие в качестве благодарности за труд. Ну, дают, что ли, да. Вешают портреты на доску почёта, печатают в газетах, показывают. Надо стараться относиться к этому просто нейтрально. Ну, хорошо. А может быть, и не очень хорошо. Ну, в общем, раз это есть, пусть это будет. Не надо говорить «Ой, я недостоин». Это тоже проявление того же тщеславия. «Ой, я недостоин». Это то же самое, что говорит «Я самое грешное». Это другая сторона просто одной и той же медали – гордыни. Надо стараться трезво смотреть на себя. Сквозь призму Слова Божия, Свято-Отеческого учения. И любую критику со стороны, замечания, поучения, нравоучения со стороны тех лиц, которые на то поставлены, воспринимать с благодарностью, как воспитание Божие. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Продолжение следует...